Киев в вопросе конституционных изменений и децентрализации власти намеренно занял позицию, которая ведет к срыву Минских договоренностей. Об этом говорится в совместном заявлении глав Луганской и Донецкой республик. По их мнению, украинские власти, в том числе Верховные Рады, пытаются в одностороннем порядке внести изменения в основной документ страны. Это, в свою очередь, может затруднить обсуждение других частей Минского плана, в котором ясно сказано, изменения должны быть согласованы. В комплексе мер четко прописано согласование всех нормативно-правовых актов с представителями ДНР и ЛНР. За полтора года мы представили массу вариантов проектов конституционных изменений и законопроекта о выборах, но реакции от украинской стороны нет и по сей день. При этом украинский парламент выносит на рассмотрение и даже принимает какие-то законы, анонсирует принятие изменений в Конституцию, якобы в рамках реализации Минских соглашений, что в реальности является откровенной ложью. Народ Донбасса не признает законы Украины, не согласованные с его представителями. И уж тем более не станет проводить по ним выборы. То, что Киев даже и не собирается спрашивать мнение Донбасса, дал понять президент Порошенко. Сегодня он проводил пресс-конференцию и вопрос Минских договоренностей был, конечно, одним из первых. Оказалось, их выполнение глава Украины понимает по-своему. Компонент безопасности, по его мнению, имеет приоритет, а политические пункты почему-то на втором плане. Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут, если эти выборы проведет сам оккупант. Ни мы, ни мир эти выборы не признаем. Мы подчеркиваем, что логика выполнения Минских соглашений предусматривает, что сначала должен быть выполнен компонент безопасности, и лишь потом вступает в силу политический компонент. С особой гордостью президент Украины отвечал на вопросы об экономике. Там, где инфляция не опускается ниже 100%, цены, по некоторым подсчетам, за год удвоились, а энергетическая система трещит по швам, он усмотрел признаки финансовой стабилизации. Отметил, в частности, что Киев наращивает золотовалютные резервы. Только за два месяца куплено более миллиарда долларов. На теме пенсий и зарплат Порошенко подробно не останавливался.